Всем привет, с вами Дмитрий Пыжьянов, он же грамотный сантехник, работаю в сфере отопления и сантехники уже 14 лет, в том числе в ремонте газовых котлов. Сегодня встал вопрос, как собрать отопление в доме. Ну, многие начали спрашивать, и многие немного не понимают. Многие немного не понимают. Масло масляное, но суть вы уловили. Многие не понимают, что это огромный комплекс мероприятий, огромное количество настроек, и нужен опыт, нужно понимать, как это все, собственно говоря, делается. На моем сайте вы можете посмотреть, задать мне вопрос в WhatsApp, если вдруг какой-то у вас возникнет по котлам, по сантехнике, по отоплению. Можете консультацию взять, здесь есть отзывы, все мои работы и так далее. Самое главное, я сейчас, ну, можете вот, например, котлы научиться ремонтировать и зарабатывать на этом до 150 тысяч рублей. Вот, котельный баблоруб это практикум о заработке на котлах. Люди работают у меня и зарабатывают уже неплохие деньги. Ну, конечно, не сразу все, но сейчас я готовлю грамотный инженер. Вот, грамотный инженер, это полностью от котла до тепла комплекс обучения, на котором можно зарабатывать до 350 тысяч рублей. И ведь люди не зря берут такие деньги, потому что тут, ну, в смысле, когда монтируют, да, вот. Тут, получается, они делают отопление, знают, как это делать, водоснабжение, котельное оборудование, автоматизация всех этих систем. Ну, и, собственно говоря, также котельный баблоруб идет здесь в подарок. Самый главный раздел, кстати, как находить клиентов, на самом деле. Немногие понимают, что забивать гвоздь и продать услугу по забиванию гвоздя, это совсем разные вещи. В подарок вы получаете котельный баблоруб, сертификат о том, что прошли мой курс. И также в секретном телеграм-чате мы с мастерами общаемся, если вдруг какой-то вопрос, поддерживаем друг друга. Самое главное, сейчас до 1 июля идет предзаказ, и вы можете заказать его за половину стоимости, то есть 3900, заполнив небольшую форму. Также в любую соцсеть не можете написать, но после 1 июля будет 7800 цена, так как тут у нас два курса в комплексе. Поэтому на самом деле люди тратят огромное количество времени, я вот потратил 14 лет, чтобы обучиться полностью, научиться своими руками это все собирать, полностью все отопление. Ну, контакты есть внизу каждого сайта, можете посмотреть, пообщаться со мной, если что, мне написать. Вот, так что собрать отопление на самом деле, это не простое дело, казалось бы, что там, сейчас трубу брошу и все сделаю. Да, бросишь, да, сделаешь, но сделаешь кучу косяков, сделаешь отделку, и потом тебе просто будет лень переделывать, и вы будете в основном мерзнуть и чувствовать себя не очень хорошо. У меня, кстати, есть уже видос, как собрать, как правильно собирать отопление, вот он, ссылка будет в описании и в правом верхнем углу экрана. Вот, но сегодня давайте поговорим просто хотя бы о котельной, хотя бы просто про котельную, давайте несколько вопросов обсудим, да. То есть, смотрите, у нас с вами, вот на данном слайде, у нас с вами собрана котельная. Это котельная трехэтажного дома с подвалом четыре этажа. Ну, то есть, подвал, первый, второй, третий этаж. Четыре этажа. Значит, как она у нас собирается? Это такой универсальный способ, который мы используем, в принципе, всегда, и он отлично себя показывает. Смотрите, здесь у нас подключен электрокотел, электрокотел, здесь вот краны для того, чтобы подключить напольный газовый котел, когда дадут газ. Потом мы это все дело сварим. Вот, значит, здесь вот два крана, один сливной, другой для расширительного бака. Бак расширительный можно подключить в любое абсолютно место системы отопления. Главное, ну, лучше, конечно, в котельной, возле котла, чтобы расширение шло нормально. Сюда подключили мы потом простой, простой обычной подводкой, одной, второй. Отопление нагревается медленно, расширяется давление медленно, поэтому через шланг от дна, то есть мы вот здесь вот поставили бак на 50 литров, подвели просто гибкой подводкой и подключили его к баку. Вот так вот. То ли 50, то ли 80, я уже не помню, мы там делали небольшой расчет. Вот, соответственно, значит, бак, сливной кран, подготовленный краны для напольного котла. Дальше мы устанавливаем гидрострелку. Объясняю почему. Гидрострелка, она, ну, это просто бочонок, грубо говоря, в котором вода перемешивается. Вот, она перемешивается, этот насос уже тянет по контурам. То есть, грубо говоря, если вот упростить совсем, котел нагревает нам сначала гидрострелку, там, до 60 градусов, например. Далее насос 25 на 8 установлен, который давит нам по всем контурам. И, собственно говоря, растягивает все это удовольствие по этажам. На каждом этаже, вот здесь вот термоголовочка торчит, вот так, ну, как бы не особо ее видно. Значит, там на каждом этаже стоит коллектор теплого пола, в котором есть узел подмеса и свой циркуляционный насос. Значит, так, у нас здесь установлен насос, который постоянно работает, постоянно циркулирует по контурам, по каждому этажу. А здесь уже регулируется через термоголовку и регулируется температура в помещении. Смотрите, в чем фишка. Насос мы устанавливаем 25 на 8. В большинстве случаев, вообще, по идее, если посчитать, хватит шестерки. Потому что на каждом этаже еще свой насос стоит, он утягивает. Что значит восьмерка, шестерка и так далее, для тех, кто не понимает. Здесь, кстати, бак такой напольный, на ножках просто стоит. Удобно потом двигаешь и моешь пол. Вот. Значит, насос, почему стоит восьмеркой? Так, я уже убежал на насосы, давайте про гидрострелку. Гидрострелка нам нужна для выравнивания давления в контурах. Смотрите, вот, допустим, насос, который стоит вот здесь вот в контуре теплого пола, шестерка, он ближайший, то есть он близко находится. Если бы не было гидрострелки, он бы утягивал все на себя, у нас бы работал подвал. Максимум работал бы первый этаж, а второй, третий этаж не работал бы по причине того, что просто далеко. Далеко и утягивали бы ближайшие насосы. Вода не дура, ну и насосы, собственно говоря, тянут. Если объем теплоносителя маленький на разборе, то, соответственно, будет перетягивание контуров. Только вы прижмете этот контур, первый этаж утянет, прижмете первый контур, второй этаж утянет. В общем, балансировки системы, циркуляции не будет. Вот. Для чего устанавливается гидрострелка. Почему это происходит? Потому что объем теплоносителя в электрокотле, он очень маленький. Конечно, если будет стоять напольный котел, в большинстве случаев гидрострелка не нужна. Но, так как пока работаем на электрокотле, она нужна обязательно. Вот. Дальше. Значит, что мы делаем? Подача у нас уходит, то есть, 60 градусов, например, да? Она подается напрямую на коллектор теплого пола. Как делать теплый пол и как собрать коллектор самому своими руками? Я, собственно говоря, делал уже отдельное видео. Можете посмотреть, ссылка будет в описании и в правом верхнем углу экрана. Вот. Значит, на каждом этаже стоит коллектор, в котором есть насос, в котором есть контура, которые растягиваются петлями. Ну и, в общем, вот так это все дело, типа, как-то так вот выглядит. Собственно говоря, надеюсь, понравятся мои художественные рисунки. В общем, тут насос стоит и он циркулирует уже по теплому полу по всей петле. И так на каждом этаже. Смотрите, почему насос восьмерку мы ставим, потому что он протягивает на 8 метров. То есть, 8 метров это напор насоса. То есть, по идее, в замкнутой системе он поднимет столб воды вот снизу. Вот так вот. Грубо говоря, это вот подача. Это обратка. И до обратки, скажем так, здесь котелка будто бы стоит, да? Вот, он протянет 8 метров в высоту. В высоту. 8 метров. Но нужно учитывать, что нам с вами надо просто-напросто столкнуть с места поток воды. То есть, у нас вот стоит вода в системе, ее нужно просто, чтобы она циркулировала. О, клипса не застегнута. Первый раз вижу, сколько хвастаюсь этой фотографией. Это же самая моя красивая котельная, можно сказать. И клипса не застегнута. Что ж ты будешь делать? Ну, сейчас уже не переделать. Делал я ее 5 лет назад. Ну, и, собственно говоря, насос поднимает на 8 метров в высоту. И опускается вода уже потоком сама по себе, грубо говоря. Этого напора в 90% случаев хватает. Здесь дом, тут половина дома, по-моему, 800 квадратных метров. Я уже плохо помню. 800 метров квадратных. То есть, и там коллектора теплых полов, насосы свои стоят. Но даже если до третьего этажа с подвала, грубо говоря, дотянет 100%. Вот, дотянет 100%. Но, если не хватает, то у нас в коллекторе стоит свой насос. По коллектору, подмесу и так далее. Говорю, это у меня отдельное видео есть. Там довольно тяжело. Это все так быстро в одно видео не уложишь. Вот. А я там полчаса. Полчаса. Так. 800 метров квадратных у нас дом. А там на канале я полчаса, кстати, об этом рассказывал. Как рассчитать, как мотаем теплый пол. То есть, как правильно собрать отопление, у меня есть видео. Можете посмотреть. Вот. Нам бы про котельную сегодня немножко поговорить. Значит, на каждый контур мы подаем подачу. Подачу. Собственно говоря. Подача наверх. И обратка пошла вниз. То есть, возвращается. Что такое подача-обратка? Подача это когда из котла уходит в систему. А обратка это когда возвращается в котел. Все довольно просто. Примитивно. В общем-то, и все по котельной. То есть, видите, на каждый контур. Вот первый этаж. И есть подача-обратка. Второй этаж. И есть подача-обратка. Воздухоотводчик, кстати, установлен на гидрострелке, чтобы в верхней точке выталкивать воздух. Ну, здесь у нас в котел, конечно, выйдет. Но дополнительно воздухоотводчиков мало не бывает. Я всегда так говорю. Третий этаж. И тут у нас четвертый, грубо говоря, этаж. Это подвал. Подвал. Вот здесь вот. Вот здесь у нас подвал. Вот. То есть, по идее, как собрать отопление. То есть, вот вы в котельную, если вот так сделаете, даже если у вас дом там 200 квадратов, 150 квадратов, без проблем, у вас будет все отлично работать, потому что гидрострелка все выровняет, независимо от того, какой у вас стоит котел. Восьмерка вытянет абсолютно всю вашу систему. На каждый контур у вас будет отдельно стоять кран. Это кран у нас дюймовый. Ну, здесь дюймовый. Вам, скорее всего, трехчетвертных хватит максимум. Вот. Труба здесь 32-я. Но это, опять же, повторюсь, 800 квадратных метров. И вам 25-й трубы хватит по самой не хочу. Ну, в общем-то, если будут какие-то вопросы, ссылочки будут в описании. Можете зайти на мой сайт, посмотреть отзывы. И, собственно говоря, можем пообщаться, если останется какой-то вопрос. Надеюсь, я был сегодня для вас полезен. Всем огромнейшей удачи, счастья, здоровья, любви. И до встречи.